такой вот разгрузочный мешочек здравствуйте дорогие друзья с вами опять урэм аника еженедельный влог прошлый влог был экспериментальным посмотрели вообще мы хотели понять кто-нибудь еще смотрит и клиент сказал что смотрит нам написали пожелание больше так не делать исправляемся этот влог будет про ну как обычно мы пройдемся по всей мастерской покажем что происходит что мы сделали что мы не сделали мы немножко расскажем про жизнь мастерской ребят сейчас на этой неделе у нас будет выставка клинок краснодарском крае алексей и виталий лунёв уехали краснодар на выставку туда работать виталий потом свой даже в поход по кавказу небольшой у него будет отпуск в общем что у нас из нового отдельно хочется рассказать про новшество то есть я постоянно говорю что мы развиваем сопутствующие товары и вот один из таких сопутствующих товаров это наружный разгрузочный мешок то есть я считаю что на самом деле очень полезная удобная вещь это та вещь которой мне средстве современном снаряжении цены не хватает то есть если в рекамском снаряжении мы на самом деле вся мастерская про кричину больше части большая часть мастерской она и вышла из реконструкторов и в реконструкции во всегда кинет мешки на поясе это очень удобно вот современном снаряжении это меня всегда не хватало то есть то вот такой вот мешочек будет то есть он висит на поясе его отследиваешь он таким образом открывается и у вас есть мешок для того что там бересты сюда накидать или розжига каких-то мелких веток может быть ягод даже насобирать просто по дороге пока вы идете чтобы не доставать что-то ну какой-то мешок или емкость а быстренько сюда накидать грибов или ну еще что-нибудь такого что нужно нужен быстрый доступ и на время сюда складировать мы пока все это делали нашили большое количество всяких образцов но это вот такие пробники были чтобы понять размер габариты из интересного он еще идет с этим по колечкам сюда чтобы сюда можно было что-то подвешить или перчатки или уксу не знаю еще что то если нет если необходимо что-то подвесить здесь еще кольцо есть и огниво и под огниво мы сшили сделали пробники несколько этих чехлов чисто под огниво то есть я думаю что они будут выглядеть вот так вот таким образом сниматься все это мы привезем на выставку клинок который будет через полтора месяца то есть туда мы придем большое количество топоров на московскую выставку большое количество топоров постарайтесь привести всем весь модельный ряд привезем постараемся привести ножи буши на продажу по ранге и большое количество сопутствующих товаров вообще на самом деле на эту выставку на этот клинок очень большие надежды то есть мы хотим очень много всего сделать там что все эти годы не делали организовать совершенно по-другому стенд и максимально привести весь наш модельный ряд мы постараемся привести чтобы мы работали на сцене не как раньше там два человека чтобы работало больше народу чтобы мы могли спокойно с вами общаться обсуждать сезон нормально все это поговорить с вами в общем приходите на выставку до встречи находит в солярном цехе ребята из кожаного цеха готовят себе полки на селожи я ставим нескольких новых селожей они сами делают деревянные но полки строить сами строгают подгоняют сейчас будет красить их на самом деле у нас практически все мастера умеют что-то другое то есть пример кожаные в солярном цехе работают по выходным что-то делал для себя или для своего цеха или просто свои личные проекты дима например офис один из менеджеров он по вечерам ножи и слесарен просто не такого увлечения то есть это очень круто как бы очень здорово что ребят умеет переключаться и что у них еще как ремесло как хобби как отдельная такая любовь можно сказать андрей слесарь ушел в отпуск заслуженный на 10 дней будет только на следующей неделе поэтому и оставил нам послание на данный момент в солярном цехе крутится как павел один человек долго справляется нам наконец-то фрезеровали подкладные плиты то есть это плиты на которой уже будет монтироваться здесь уже будет фрезероваться и киты образные долл и можно сказать и который уже будет монтироваться вся оснастка то есть это получается верхняя плита нижняя плита но это моего сколько месяца полтора ждали готовка стоит из новенького появился пластиковый профиль ну и какая-то какая-то полоса визуально в суд оставился перестановкой и переставил свой слесарный стол представил свой трон могут ему желтым цветом не понравился поэтому он будет украсить нежный мятовый цвет упаковочке фильмов ждут андрюху из отпуска мы находимся с вами закалочной пару выпусков назад мы его показывали в эту ванну рассказывали про крутой полимер про новые разработки то что это будет прям очень круто и не будет дыма и будет очень хорошо поэтому объем масла стал больше он стал меньше нагреваться и чтобы еще ничего нагреваться поставили виталий лунёв сделал невероятную крутейшую вещь крутейший миксер для перемешивания масла насос который мы ставили для полимера он не сработал поэтому виталия установил вот этот наикрутейший двигатель показываю как работает это у нас ванна в которой топоры лежат после воронения то есть они достали их из масла положили здесь вот на сетку и она как бы стекает масло здесь очень маленький объем топоров не знаю чем это связано надо к мишке с вопросом почему сегодня мало топоров с воронения из интересного можно показать вот это вот такой томагав топоре когда-то мы сделали один такой топор под заказ для клиента и понеслось то есть стало пользоваться популярностью мы их уже наверное сделали что-то к 6 или 7 вот такой вот томагав бойком еще интересного этого такого здорового но что вот первым но что поделом это для резьбы то есть для изготовления кукса здесь ставится скоба скоба крепится в бревно допустим здесь вот это рукоять и получается например вам нужно заготовку под куксу до прострогать в ели можно или топором рубить более аккуратная вещь это как рубится вот этим ножом он выработал как большая стамеска силовая или как большой нож силовой то есть так раз и срезается аккуратно со всех со всех сторон заготовка здесь карвинги немножечко фильмов которые андрюха засвесаривал еще до отпуска андрей мы тебя очень ждем приезжай тут возобновился один наш старый проект дело в том что нашему старому товарищу понадобилась лопатка по типу саперный но очень надежные чтобы выполняла функции такой мачете топорика моло . ну и собственно самой лопатки вот старых паковок старых проектов откопалась вот такая заготовочка такая лопатка вот мы ее дотянули то есть это как раз тот случай когда бьешь ради того чтобы проверить сможешь такую сделку особенность здесь в том что она также прошита как топор только не насквозь а не до конца и вот она вот такая вот цель накопленная оттянуты вот эти кусики чтобы усилить сад с одной стороны режущая кромка с таким клином чтобы можно было чтобы даже расколоть с другой стороны у нее сделан боёчек чтобы можно было забивать колышки всякое такое сейчас ее предварительно отковали сделаем черновую слесарку посмотрим еще раз где-то дотянем догнем выбираем симметрию и уже потом будем досвесаривать теперь вот такая интересная штука ну и подгоняем делаем лопатку которого виталий у нас ковал срочно и такая будет особенно лопатка не просто лопатка совмещенная с топором и молотком нам нужно срочно сегодня собрать и постараться сегодня же отправить ее товарищу я буду сушить и срезать сейчас мы находимся в мастерской у насти и расскажем про один из крутейших проектов которые мы постепенно делаем ведем это новая модель игре силе то есть это такой коллекционный топор секира с дамасковым лезвием шикарнейшим травлением с крутой сбой на рукояти с пяткой этом секиру которому по таким названием уже давно делаем но на этот раз мы решили полностью поменять концепцию и более детально разработать эскизы и вот здесь можно посмотреть сами эти эскизы то есть это финальная только варианты короче рисунков к этой секире то есть вот и дрессили то скандинавской мифологии по песканинской мифологии мировое древо то есть наверно очень многим известная история здесь в корнях у него головами мира великана тут змей изображена на пятки на металлической пятки вот такая металлическая пятка здесь у него голова самого великана не мира здесь змей который поедает корни подъедает корни то и дрессили дальше идет деревянная рукоять топ секиры и который как бы стимулизирует ствол этого ингрессили и поэтому стволу бегает белка ротатоска по моему так не ошибаюсь правильно слюбоговариваю и здесь как бы над символ самой как бы секира на как бы символизирует ветви дерева и дрессили в ветвях живут четыре оленя то есть с этой стороны 2 и с обратной стороны 2 есть орел то есть и получается мы как бы секира это нас по большому счету что такая своеобразная модель мирового древа игре сил здесь можно более детально показать посмотреть сама вот это уже пятка вот это это развертка получается которая подготовлена к травлению и это уже протравленная пятка заслесарена тут сложная слесарка травление теперь это все будет чистится наводится финиш потом вырониться полироваться ну и потом уже а вот это секира вот она сейчас обклеена скотчем и аркалом это как бы она протравленная протравленная то есть дамаск заклеиваться для того чтобы отравлением его не повредить и сейчас это все будет чиститься и уже идти фигурно под обжиг на это еще вот немножко эскизов для основной гросселя то есть прежде чем дело такие проекты мы очень долго дело много много есть вот эскиза поисковых особенно это делать под заказ зачастую там пару только и но если дорогое изделие коллекционно там бывайchlossen месяц полтора выходит только на согласование эскизов потому что долго делается согласовète заказчиками зачастую и заказчик сам что-то рюресуют показывают предлагает то есть эдаку процесс долги но вот этот наш проект то есть мы это делаем не под заказ а под реализацию мы сделаем, привезем на выставку. Наверняка постараемся на клинок привезти московский. Там это покажем. И там это возможно будет купить, кому интересно. Ну и охота показать. Вот такая у нас есть папка. Это папка с такими разными эскизами различных проектов. Это одна из пяти или шести папок. То есть, если вам будет интересно, пишите нам. Как-нибудь просто покажем. Будем отдельно показывать все эти различные эскизы проектов, которые мы выполнили или которые хотели бы выполнить, реализовать. Все это можно будет показать, посмотреть. Настя готовит новые кружки. Кружки-тролли. Будут кружки заказные и несколько будет свободно. Можете писать. Это наши уже, можно сказать, классические кружки пивные, которые постоянно делаем, постоянно разбирают. Ну и здесь готовится тоже несколько троллей вялются. Грубо говоря, плавно сохнут потихонечку.